Сегодня говорим про кортизол. Кортизол, который может создавать большие-большие проблемы и большой уровень стресса в организме. Когда мы с вами говорим про кортизол, кортизол может образовываться в процессе внутренних проблем и в процессе внешних проблем. Когда мы с вами говорим про внутренние проблемы, очень часто это история интоксикации, история дефицитарных состояний, история нарушения метилирования, история проблем с гормонами, плюс проблема с нейромедиаторами. Вот это часто истории кортизола. Еще один момент, кортизол достаточно высокий у тех лиц, которые имеют в принципе стрессовый образ жизни. Другой момент, когда мы с вами говорим про кортизол, то очень-очень часто это история, которая может действительно быть в моменты, связанные с хроническим стрессом. То есть уставшие надпочечники, перепады сахара, бесконечное подъедение, бесконечно высокий инсулин, плюс бывает еще у человека фермент апатии, плюс он добивает себя неправильным питанием, плюс не спит, плюс подгружает себя кофеином или какими-то другими наркотиками. И это влияет на состояние. Кортизол очень сильно истощает и истощает нервную систему. У человека на этом фоне могут начаться дополнительные проблемы, которые вызывают гормональные сбои, вызывают нервные сбои и разные-разные моменты неприятные. Поэтому, когда мы с вами говорим про восстановление, то кортизол это та вещь, которую достаточно непросто восстановить. Здесь можно работать с ашвагандой, с радиолой, но пустые углеводы, пустые сахара, глупое питание для микробиома может создавать высокий уровень стресса. Что я имею в виду глупое питание? Ну, мы все понимаем, да, что пельменями без глютена, как сейчас условно это все продают, это не еда. И когда мы с вами говорим про ПП людей, которые сидят на веганстве или на еще какой-то дичи, тоже я с ними абсолютно не согласна. Другой момент, кортизол может быть высокий из-за того, что вы недоедаете, либо переедаете. Плюс проблемы с гормонами, плюс также работа с физическим эмоциональным истощением. Если чего-то, например, что-то идет неправильно в организме, грубо говоря, организм с чем-то не может справиться, возникают серьезные трудности. И правда, на этой почве могут начаться различные проблемы, связанные с истощением, истощением нервной системы, иммунной системы. И когда мы с вами говорим про кортизол, то эта вещь может разрушать суставы, кости, ну и вообще, в принципе, организм. Поэтому, когда мы с вами говорим про хорошее качественное состояние, то здесь мы с вами работаем с витаминами группы В, с белком, с кислотностью, с желчоотоком, со сном, с релаксацией, с отсутствием стимуляторов, кофеина, отсутствием химии и подбором для себя образа жизни. Другой момент, кортизол образовывается в моменты, еще бывает на аммиаке, то есть грязный кишечник, проблемы с кортизолом. Я условно говорю грязный. Другой момент, кортизол вызывает воспаление. Если у человека хроническое воспаление, то опять же таки, все это может создавать некачественную историю. Пишите вопросы, я отвечу и дам обратную связь. Если вам интересно, пожалуйста, пишите. Я бы добавила и в питание омегу, витамин В, витамин Д по анализу. Я бы посмотрела, что с общим белком, что по анализам вообще с ЖКТ и начала бы себя восстанавливать, если бы у меня возникла такая проблема. Кортизол бывает высокий после вирусных заболеваний, после инфекций и после химии. Это правда. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы.